Вор должен сидеть в тюрьме. Так говорил герой фильма, место встречи изменить нельзя Глеб Жигов. Но где бы человек ни находился, он всегда стремится жить лучше. В Иковской исправительной колонии строгого режима эту фразу знают, а исправительной ее можно назвать еще и потому, что заключенные на собственные деньги строят церковь на территории колонии. В 2009 году был заложен закладной камень, а в этом планируется полностью закончить строительство. Ослуженные обратились с тем, что есть у них такая потребность духовного перевоспитания. И само руководство колонии увидело, что есть нужда в этом. Для того, чтобы из колонии выходили, может, хоть какой-то процент действительно перевоспитанных людей, может, духовно немного перестроены. На территории колонии есть молитвенная комната. По словам протеерия Владимира, сначала приходили креститься единицами. Сейчас пообщаться с Богом собираются и по 30 человек за раз. Всего в колонии 2500 заключенных, из них 600 верующих, которые помогают в строительстве храма. Те ребята, которые здесь отбывают наказание, они вымаливают этот храм со слезами, с поклонами, буквально с той молитвой сердечной, чтобы Господь не оставил их. И Господь внял их молитву, услышал их и помог им именно сегодня. Это чудесный день, когда купол украшает всю колонию. Религия – это дело личное, хоть на воле, хоть в колонии. Никто никого не принуждает. Староста общины Александр Волобуев говорит, Сначала в строительстве участвовало совсем немного заключенных. Теперь же количество добровольных строителей возросло. Здесь душа отдыхает, признается осужденный. Люди, когда попадают в эти места, мы сразу вспоминаем о Боге. Потому что когда хорошо, мы не думаем о Боге. А когда плохо, мы сразу вспоминаем о Боге. Сами копали, сами в бетоне возились, с лопатами. То есть это же тоже тяжело. Труд на храме, много людей приходило, кто помогал. Помогали все, помогают очень много людей. Уже через полгода строительство церкви будет завершено. Осталась только внутренняя отделка. На первый взгляд, это выглядит как обычная стройка. А на вопрос, как вам здесь работать, служащие церкви отвечают. Они такие же люди. От тюрьмы никто не застрахован.